Так, Россия пошла в наступление, не только на Донбассе, но и вообще на постсоветском пространстве. И сейчас в зоне риска как минимум два государства. Грузия, у которой через несколько недель будут выборы, и соответственно, эту страну Путин планирует прикупить в свою фашистскую коллекцию, и соответственно, ситуация в Молдове. В Молдове выборы, в Молдове референдум, будет второй тур, Майя Санду с большой вероятностью там победит пророссийского кандидата, но вот с референдумом о том, чтобы записать в Конституцию опцию, где цель государства вступления в Европейский Союз, можно сказать, что Молдова не провалили. Причем, как они провалили? Потому что, например, в той же Гагаузии, которая граничит с Одесской областью, Владимир Путин не пожалел бабки, и да, они купили соответственно там голоса, и теперь, как это, вроде 50% плюс есть. Есть, но полной уверенности или четкого понимания, что путь Молдовы в Европейский Союз безапелляционен, так сказать, нельзя. Короче, значит, наступление России на постсоветском пространстве, оно связано, как это ни странно, с российской музыкой и борьбой, соответственно, с продуктами других государств и других культур. Я абсолютно согласна с тем, что если ты сегодня танцуешь джаз, кстати, мне вообще кажется, что это музыка бездельников, а завтра родину продашь, это доля, правда, гораздо больше, чем доля шутки. Начало развала великой страны происходило ровно через эти явления, через джаз, через стилях и так далее. Поэтому в Москве не хотят, чтобы где-то танцевали джаз или что-то другое. Линзгинка тоже не подходит. Они хотят, чтобы все пели песню вот этого свежеразведенного шамана. Есть там такой артист в России, который поет очень громко вот эту оду, арию российскому рейху «Я узкий» или «Я русский» или что-то другое. Так вот, в чем интересность момента? Значит, Россия на постсоветском пространстве, борясь с джазом и как результат с свободой выбора народов, которые когда-то входили в состав Советского Союза, вместо джаза кое-что предлагает. И тут внимание всем на экран. Россия хочет выписывать на концерты Кобзона билеты. Да, именно так, нон-стоп. И если сейчас Молдова находится в таком пограничном состоянии, когда такое когда-то было в Украине, то это шаг к тому, что они будут раскалывать молдавское общество, чтобы в перспективе начать боевые действия. У Молдовы есть, конечно, один предохранитель от вот этих вот массовых концертов и отправок к Кобзону. Кто это и что это? Это Украина. Это сбройные силы Украины. И тут все четко и понятно. Поэтому армию нашу поддерживаем, подписываемся на мой YouTube канал, называем здесь вещи своими именами. Давайте это видео посвятим раскладу на постсоветском пространстве. Значит, по поводу Грузии у меня прогнозы негативные. И если так будет продолжаться, то слова Путина о том, что он хочет подвесить Саакашвили за яйца, они будут реализованы. И он умрет в грузинской тюрьме. И это государство, несмотря на все реформы, которые были проведены, оно станет российским сателлитом. Вы знаете, как в Грузии сейчас ведется избирательная кампания партии власти? Бензина качает вот эту вот тему, что если мы ляжем под русских, то, соответственно, не будет войны. И они демонстрируют на экранах всех телеканалов, ну или практически всех, ролик, который можно описать так. Они показывают классный цветущий Батуми. И, соответственно, далее показывают разрушенные Россией и украинские города. Например, тот же Бахмут или Угледар. Ну, тут материала для агитации бензины более чем достаточно. И все это они сопровождают. Чем они сопровождают? Ну, мол, грузины, смотрите, или будет как в Батуми, или как в Угледаре. И, соответственно, предлагают голосовать за пророссийские силы. Где-то я это уже слышал. Если ты за меня не проголосуешь, то будет обязательно война. Некоторые страны или кандидаты в президенты говорят о Третьей мировой войне. Ну, в Грузии все немножечко по-другому. Так вот, давайте-ка разберемся. Как так получилось, что Молдова стоит на краю пропасти? Я думаю, что они, конечно же, эту ситуацию разрулят. Но будет очень и очень непросто. Значит, смотрим, между чем и чем выбирает Молдова. И об этом очень четко нам демонстрируют кадры с фашистского телевидения. Это было всего два избирательных участка. В Москве у здания посольства Молдавии сврались сотни людей, желающих проголосовать, сделать свой выбор. Очередь к посольству не иссякала на протяжении более 12 часов. Люди стояли до позднего вечера. Работу участков продлили на два часа. Люди в ожидании своей возможности отдать голос пели песни. И тут возникает закономерный вопрос. Причем тут выборы в Молдове и Катюше. Но это же чисто победобесие. То есть, Владимир Путин по поводу и без повода использует историю Второй мировой войны в контексте того, что он победил Гитлера. Но это не так. Почему? Потому что Путин и есть Гитлер современности. Ну и, соответственно, вот они работают над тем, как увеличить рейх. В Молдове пока подкуп, различные манипуляции, фальсификации. Ну, в общем, все то, что делало когда-то у нас ОПЗЖ и другие вот эти вот пророссийские проекты, которые в конечном счете переехали все или почти все в Москву. Именно так. И ждут, когда их на танках привезут, соответственно, в Киев, в Кишинев, ну и, конечно же, в Тбилиси. Ну, тут есть и другие государства. Но там пока ситуация не настолько критична. Ведь там, где демократия, Россия и Кремль, они пытаются использовать эту вот отрыжку, гримасу демократии для того, чтобы подкупом, манипуляциями, шантажом, а иногда и убийствами привести к власти своих людей. Ну, вот один из вариантов. Ну, это же прекрасная опция. Я где-то это подобное уже видел на так называемых референдумах за рашу для оккупированных территорий Донбасса. Один в один. Смотрите. К действующему президенту отношусь отрицательно. Потому что человек действует в интересах не своей страны, а в интересах Америки. Мы граждане и России, и Молдавии. И у нас душа болит и за малую родину Молдавию, где мы родились, где мы выросли, где мы воспитались. И за, конечно же, за Россию. И нам, конечно, невыгодно и нам неинтересно, когда дружат против кого-то. Молдавия с Россией всегда были дружны, всегда жили вместе. Ну, вот, собственно, и все. То есть люди, которые давно живут в Российской Федерации. И с Молдовой их вообще ничего не связывают. Ну, вот они хотят, чтобы, как некоторые говорят российские нацисты, и этот тезис, он активно используется в российском телевидении, они могли ездить без проблем в Кишинев, в Киев, в Одессу, в Тбилиси. Чтобы не было границ. Чтобы все было как раньше. И да, и таким образом они хотят или готовы спустить в унитаз будущее своих детей. Нет, я не говорю по поводу этих безумных женщин. Это же фашня. Ну, то есть, они цитируют российское телевидение, на которое Путин не экономит, как, собственно говоря, не экономит и на Гагаузию. В общем, в адрес Майсанду звучат проклятия. И они ничем особо не отличаются от того, что говорят, например, в адрес Украины один в один. Технология та же. Ничего не будет обострять? Ну, а что она, то, что она делала, смотрите, по сути, привело ее к такому провалу сейчас. А она будет сейчас угрожать, арестовывать, запугивать, выдворять из стороны, делать все для того, чтобы своих политических соперников заставить замолчать. Но самый важный показатель, по логике, да, она сделает все для того, чтобы победить во втором туре. Но обычно, ну, все возможные фальсификации, которые только она может придумать. Они вообще из двух участков в России ко второму туру закроют эти два, сделают один где-нибудь в подвале, будут принимать по карточкам. Они почему-то считают, что президента Молдовы должны избирать исключительно те, кто наживет на территории РФ. И, ну, тут опросы, да, показывают, не так, а результаты первого тура, они показывают, что Майя с вероятностью очень большой победит во втором туре, потому что отрыв большой. Да, у нее нет 50% в первом туре, но, опять же, для демократии это, по большому счету, норма. Так очень часто бывает. Знаете, только, кажется, в Штатах они сразу стартуют со второго тура, ну, потому что два кандидата выходят в бюллетени. И, соответственно, ну, да, это, по сути, точно такой же второй тур. Ну, американская избирательная система, она своеобразна, и это не модель, которая присуща европейским государствам. И да, именно демократической вот этой нормой пользуется Путин. То есть, они говорят, считайте, но при этом не мешайте нам подкупать, шантажировать и убивать. Ну, как-то так. Хотя, с другой стороны, тут есть разные мнения, и что-то мне подсказывает, что на постсоветском пространстве у Путина не все так хорошо, как он хотел бы. Говоря, вот, коль уж мы заговорили там про референдумы и что они значат, эксперты из Приднестровья. А в Приднестровье, как минимум, как минимум один раз, если я ничего не упустил, да, в Приднестровье проводился референдум о присоединении к России. Это было еще то ли в шестом году, то ли в седьмом, то есть, представляете, да, сколько лет назад. И успешно проголосовали за присоединение. Только как проголосовали, так и остались независимыми, что называется. Хе-хе-хе-хе-хе. Вы слышите? Он смеется с этой опцией независимости, потому что Приднестровье де-факто и де-юре – это оккупированная территория Молдовы. Именно так. Территория, которая оккупирована Российской Федерацией де-юре Молдова, а де-факто Россия, как результат, ну, там вот как раз вот полный Советский Союз. Полная стагнация, регион без каких-либо перспектив и так далее. Он никогда не будет похож на Батуми, как Абхазия или Южная Осетия. Может так случиться, что Батуми будет похож на абхазские курорты. Ну, про Южную Осетию я не говорю, потому что курортов там нет. И, между прочим, Приднестровье, оно не один раз проводило референдум о присоединении к РФ. И знаете, почему Рашка это все не присоединила? Потому что им нужен узенький, узенький-приузенький участок границы, совместный. Знаете, какая ширина будет достаточно? Ну, примерно метров пять Путину хватит. Почему? А ему нужно, чтобы танки российские беспрепятственно заезжали. Вот чего они хотят. Хотя в свете российского вторжения, войны, вот знаете, если бы у нас, ну, все были с остальными яйцами, то Приднестровье можно было бы вообще освободить очень и очень быстро. И выгнать этих российских собачка-свинка, ну, в общем, российских оккупантов домой. Хотя домой нет, только после войны. Ну, один вопрос как бы международный. Я уж не знаю, можно ли Молдавию относить к международной политике, честно говоря, вот тоже вопрос. Но хотя бы короткий комментарий от вас жду. Я видел у вас в телеге, что вы так или иначе интересовались, что там у них происходит. А скажите, пожалуйста, вот если они там выбрали в свое время Майю Санду, да, то почему вдруг они внезапно должны сейчас проголосовать против? Мне кажется, на самом-то деле, что Майя Санду победит не там за счет того, что люди в ней разочаровались, а просто потому, что у страны нынче курс, который совпадает с ее политикой. Разве нет? Как вам сама формулировка вопроса? Можно ли относить Молдову к международной политике? Это, вообще-то, вот ключевая фраза. То есть, на этом базируется на российские военные, российское вторжение потенциальное. Ну, если говорить про Молдову, про свекши страны оккупированы, то уже не потенциальное. И просто не считают эти государства независимыми. Хотя подписана масса бумаг, открыты посольства. Ну, вот они хотят, чтобы там был этот русский мир. И, как результат, не джаза, а один шаман. Разведенный шаман в этих, в узких джинсах. Джинсы – это тоже признак кое-чего. Ни джаза, ни джинсов. Что такое стиляга? Что такое узкие джинсы? Это, извините, путь к ЛГБТ. Как-то запрещенный организм. Это даже было, но сейчас подпрыгнуло. А зачем мужику обтягивать себя? Для женщин он не становится при этом привлекательнее. Конечно же нет. А мы давайте вернемся к Молдове и к постсоветскому пространству. Я надеюсь, на каком-то этапе будет и построссийское пространство. И тогда можно будет сказать, что мы решили главную задачу. Как сделать так, чтобы Россия стала безопасной. Только построссийское пространство. И борьба она в самом разгаре. И не все так прекрасно, как хочет Владимир Ха. С одной стороны, Молдова находится все эти годы в состоянии такого разлома, раскола. Этот раскол не впервые обозначился на этих выборах. С другой стороны, возможности Молдовы для какой-то политики на международной арене ограничены. Россия время от времени обнаруживает для себя существование Молдовы на карте мира. Но никакой общей границы Россия с Молдовой не имеет. И судя по тому, как идут ситуации на фронтах, она ее и не получит. Поэтому это как отношение с Непалой, с Бутаном. То есть никаких реальных рычагов российская страна, безусловно, не имеет. Видите, как оно? Все упирается в 5 метров общей границы. Для того, чтобы туда зашла оккупационная армия. Ну, под брендом, я не знаю, как они это называются. Отпускники или что-то другое. И тут, в разгар этого противостояния, нужны реальные действия. Ну, слушайте, есть способы. Военные в том числе. Кто-то скажет, ты к войне призываешь. А других нет. Потому что Россия играет. Без ограничений. Если надо, они фиганут калибрами и по Кишиневу в том числе. Мы, кстати, в отличие от других государств, с которыми мы граничим, будем сбивать ракеты, которые будут лететь на Кишинев. Мы не будем играть в эту игру. Ой, вы знаете, эскалации и всякое такое. Почему? Потому что билеты на концерт Кобзона нужно выписывать сразу. Не надо ничего ждать. Потому что, когда они получат своих пять метров, может быть поздно. Смотри, опять же, на ситуацию на фронтах. Хотя, слушайте, я смотрю на Курскую область. История с пяти метрами. Она же может работать и в другую сторону. Так, на секундочку. С другой стороны, конечно, российско-украинский конфликт, он поразил тревожность на всем постсоветском пространстве. И в Казахстане, и в других странах. И в этом плане привлекательность России как такого потенциального политического партнера, она стала ниже, чем была лет пять назад. В этом плане вопрос действительно в том, удастся ли внутри страны ситуацию, как-то раскол терапировать принципиально или нет. Но особых игроков вокруг Молдовы, я думаю, что политических нет. Есть Евросоюз, есть Соединенные Штаты. Кстати, вы это слышали? Привлекательность России уменьшилась. Ну, конечно. Потому что, если они на экспорт отправляют танки и томик Пушкина. И в некотором роде вот эта вот привлекательность России, это вот итог правления Владимира Путина. Его, кстати, некоторые называют просто этим дураком. Причем забавно, когда это произносится непосредственно в российском телевизоре, который работает за деньги Путина. Когда сегодня мы видим сообщение о том, что, извините меня, никакие замороженные российские деньги, даже после окончания конфликта, никто не хочет возвращать. Это тот же колониализм, только в профиль. Потому что они считают, что они имеют право грабежа. И проблема-то, главное, заключается в том, что мы вообще обсуждаем. Ну, подождите, но раньше они... Вы там размещали-то? Интересное дело. Потому что мы были... Они у вас... Считали, что принадлежные деньги. Потому что мы были такими вот... Хотя я шарами... То есть вы, дураки, разместили в этом месте свои деньги. Это не я разместил, извините. Потому что, Александр Николаевич, тогда у нас те, кто принимал это решение, считали, что там это будет лучше, там это будет сохранить. Потому что не было чувства собственного достоинства и понимания того, что мы можем. А откуда же оно у вас появилось, позвольте спросить? Деньги Путина. А у него так все устроено, что у него все деньги, это его в России, деньги и люди. И пока они есть, вот на них влияет Астланкинская башня. И они... Даже последний опрос, он говорит, что 78% россиян поддерживают Путина, но считают, что он занимается какой-то херней. Вместо того, чтобы решать свои проблемы, он занят войной и так далее. Вы видели этот соцопрос? Я вам даже некоторые цифры набросаю. Значит, 78% маньяка поддерживают, но при этом 83% считают, что правительство, правительство это тоже Путин, должны заняться внутренними социальными и экономическими проблемами. Кто бы мог подумать. 61% выступили за мир с Украиной на основе взаимных уступок, а 43% и хотят возобновления отношений с Западом. То есть, хотят все-таки джаза, очень-очень хотят, а Путин не хочет. И он не хочет, чтобы джаз был не только в... чтобы его не было не только в России, но и в других государствах. То есть, уточню, специальная военная операция отпугнула какую-то часть пророссийских настроенных, да? Ну, конечно, это вызвало очень большой репутационный кризис России на всем постсоветском пространстве, даже больше, чем был после Крыма. А ведь всем же очевидно, на мой взгляд, почему началась специальная военная операция, разве нет? Вот опять, да? Казалось бы, такой элементарный вопрос. Почему же тогда их напугало? Ну, понятно, почему у нас специальная военная операция именно с Украиной, да? И никаких бросков на Прибалтику не предполагается. Ну, во-первых, российские официальные и полуофициальные люди произносят разное. Мы видим разное по официальным госканалам про казахстан говорится. И ситуация довольно здесь двусмысленная. Как это мне нравится? Понятно. Вроде как понятно, но никто четко ответить на вопрос, зачем, так и не может. И Гурулев об этом говорит, что дети не могут понять в школах и студенты. Некоторые считают, что это просто опция для того, чтобы немножко подзаработать. Да, рискнуть своей никчемной жизнью, подписать контракт с Министерством обороны. Смотри вчерашнее видео из северных корейцев. И заработать бабу лето. Вот какие там настроения. С другой стороны, если брать опыт общения в Баку, в Астане, где-то еще, то, наверное, чаще звучит точка зрения у эстережмента о том, что Россия то ли попала, то ли оказалась невольно в некоторой ловушке, в силу которой ее возможности политические крайне ограничены. И эта точка зрения на постсоветском пространстве в целом довольно распространена. Поэтому я не думаю, что мы можем увидеть историю, которая есть в том же Казахстане. Мягко говоря, там, не знаю, 80% поддержки действий России, конечно, на постсоветском пространстве нет. И, собственно, официальная позиция всех постсоветских стран, она крайне сдержана. Интересно же, почему. Да, потому что российские нацисты хотят получать вот такие вот билетики везде. Не только в Молдове, не только в Украине. И в Казахстане в том числе. И последнее время на Казахстан крошат батон с такой скоростью, что ого-го. Мол, там казахский язык, еще их президент отказался от поездки на Брикс. Ну, в общем, масса-масса нюансов. А угрожают они всем ликвидация их стран. Вот в чем проблема-то. И поэтому, конечно, понимание российский нацизм не находит в этих странах и не найдет. Надеюсь, Молдова все-таки разрулит. Грузия тоже, надеюсь, но вряд ли. И последнее по Молдавии. Скажите, пожалуйста, вот одна из беднейших стран в Европе в свое время. Сейчас, кстати, не знаю, какое-нибудь там экономическое положение. В Румынии, конечно же, я имею в виду ее. И она сейчас собирается поглотить целую Молдавию. Вот вопрос, собственно, зачем? Я помню, что в середине нулевых это реально была беднейшая страна в Европе. Реально беднейшая. И, собственно, 4 года назад, когда я там был, я тоже не увидел там какого-то особого прогресса. Но вот зачем еще поглотить страну, которая по размерам, ну, конечно, поменьше, чем Румыния, но тем не менее. Это же, собственно, сколько денег нужно на этот процесс? Ну, во-первых, это уже был... Извините. Да, да, ничего страшного. Откашлитесь, все нормально. Года 3-4 назад. Но мы видим, что не появляется все эти 30 лет. И, похоже, не предвидится. В этом плане говорить о том, что Румыния готова здесь и сейчас поглотить Молдову, в этом есть некоторая логика. Но опыт последних лет 30 показывает, что этого не происходит. То есть, другими словами, вот они там рассказывают истории такого плана, они все идентичны. Румыния должна захватить, поглотить Молдову, НАТО Украину, что там Штаты Украину. Говорят, что тут внешнее у нас управление, и иногда говорят, что Украину сделают вообще очередным штатом американским. Я не знаю. Мне кажется, иногда внешнего управления нам не хватает. Но вопрос в чем? Они качают вот эту вот тему, а сами хотят иметь с каждым государством границу минимум 5 метров шириной, для того, чтобы прошел танк. Но такие государства, как Украина, Казахстан, там многотысячные границы. И вы представляете, как Путину хочется всех уничтожить. И если у него это будет какая-то возможность, он будет действовать именно таким образом. Я единственное, чего не могу понять. Как в Молдове голосуют за пророссийские вот эти вот все дела? Вы вспомните, был же вас президентом Игорь Дадон, выйди вон. Он на Красной площади практически жил. Первый приезжал на парад. Обычно его проводят 9 мая. Он приезжал 1 мая и ждал его. Смотрел на башню Кремля с таким взглядом преданного пса. И что? Что-то разрулилось. По Молдове, по Приднестровью. Ничего не разрулилось. Почему? Потому что пророссийские политики им нужны, чтобы эти страны вернуть в стойло Кремля. Именно так. Чтобы потом ваших детей отправляли на войну, будь то на Кавказ или куда укажет Путин. Вот для этого это все делается. И, конечно же, никакого джаза. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Поддерживайте сбор, который мы проводим для сил специальных операций. QR-код на экране и описание под видео. В любом случае, с вас подписки, комментарии и что? Ну, это всем понятно. И даже, кажется, ВВХ. А если не понятно, мы ему еще объясним. Украина была, есть и будет. До побачення.